Зерновой бета-глюкан широко изучался для оценки его влияния на реакцию глюкозы в крови после приема пищи. В исследовании, проведенном с участием испытуемых с диабетом 2 типа и без него, еда с нативным волокном клеточной стенки из овсяных трубей и экстрактов овсяной камеди снижала постпрандиальный уровень глюкозы в крови по сравнению с мукой из пшеничной муки. В другом исследовании, проведенном с использованием четырех статей, посвященных в общей сложности 350 субъектам, была обнаружена связь между потреблением овсяного бета-глюкана и снижением уровня глюкозы в плазме. Потребление арабиноксилана также было связано со значительным снижением постпрандиальной реакции глюкозы. Было обнаружено, что растворимый арабиноксилан снижает скорость процесса опорожнения желудка, тем самым уменьшая всасывание глюкозы. Уровни глюкозы в плазме измеряли после приема обогащенного арабиноксиланом и контрольного белого хлеба в исследовании с участием людей. По спрандиальной концентрации глюкозы, наблюдаемые после приема пищи обогащенной арабиноксиланом, были значительно ниже, чем у тех, кто ел контрольную пищу. Эффекты увеличения вязкости арабиноксилана оказывают благотворное влияние на гликемию и инсулинемию, т.е. наличие высокой концентрации инсулина в крови. Поскольку арабиноксилана является основным компонентом фракции пищевых волокон во многих злаках, считается, что потребление любого типа цельного зерна раскрывает пользу для здоровья, связанного с арабиноксиланами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова